В микрорайоне Таврически более сотни домов-переселенцев по олимпийской программе. Несколько лет назад в посёлке проложили газовую трубу. Однако ни одна эксплуатирующая организация не хотела брать сети на баланс. Поэтому голубое топливо для жителей посёлка долгое время было лишь мечтой. На решение вопроса по балансодержателю понадобилось 7 лет. Всё это время жители получали сжиженный газ, который заправляли в газгольдеры. Специально для переселенцев посёлка Таврически газ доставлялся по сниженной цене, благодаря дотациям от властей. Однако проблем с таким видом топлива было достаточно. То у нас скапливался конденсат, часто не было газа, то не подвозили газ. В общем, мочились. И нам обещали после Олимпиады подключить природный газ. И только в 17-16 году оказалось, что каких-то труб не хватает. Раскопали, добавляли эти трубы под природный газ. Всё это время жители постоянно обращались во все органы власти, как исполнительной, так и законодательной. В том числе и к депутату Государственной думы от Сочи. Этот вопрос такой, который вызывал много прежде волнений. Но я знаю, что за это время он решён. И я могу выразить удовлетворение. И наконец-то Таврический получил то, что он должен был получить прежде. Для газификации в максимально короткие сроки построили более десятка километров газовых сетей. И уже 19 мая частные дома посёлка начало поступать в долгожданное голубое топливо. Честно говоря, когда нас всех собрали, администрация, нам говорили, что это затянется где-то на две недели. Но мы были в ужасе, ясное дело, у всех дети, семьи маленькие, маленькие дети. Ну, вы знаете, вот приятно были удивлены, сработали очень быстро. Мне буквально его подключили за два дня. Я была вот удивлена. Так что большое спасибо, что так быстро сработали. Теперь подключить природный газ к дому может каждый житель. Дело осталось за малым – установить приборы газового учёта. Впрочем, уже на такие незначительные расходы люди идут с большим удовольствием.